Мужчина уходит. Как не надо вести себя женщине? Как же теперь я без тебя не смогу? Я умру. Пожалуйста, вернись. Как же я без тебя? Дети без тебя не смогут. Ой, да, какой я плохой. Ой, да, так нельзя, так неправильно. Теперь я буду там какой-то хороший, я буду другой. Все, пожалуйста, вернись. Я умру, я покончу жизнь самоубийством. Стереть его мысли, стереть его убеждение, что все было плохо. Говорит, все было хорошо. Вы слышите меня? Она его как гипнотизирует. Нет, ему нужно остыть. И нужно, чтобы его чувство, его вот эта боль, его агрессия остыла. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал. Обязательно смотри это видео до конца. И, пожалуйста, поделись в комментариях твоим мнением на этот вопрос. Возможно, ты узнаешь себя в некоторых ошибках, или же узнаешь себя в том, как же правильно себя вести в таких ситуациях. Итак, первое, как не надо себя вести, это давить на жалость. Выбирать роль такой страдальщицу. Это можно делать либо смс, либо в соцсетях, либо звонить и говорить, что «Ой, как же теперь я без тебя не смогу, я умру, пожалуйста, вернись, как же я без тебя». Ну, то есть, чтобы призывать ему к тому, чтобы он тебя жалел, и на этом чувстве жалости, знаешь, возле тебя, возле жалкой оставался и не бросал тебя жалкую, бедненькую девочку. Вот так не нужно себя вести. Следующее, как не нужно себя вести, это вызывать чувство вины. Это как некая манипуляция, да, это «Ты плохой отец, ты уходишь, а как же дети? Дети без тебя не смогут, ты должен быть хорошим отцом». То есть, по сути, это чтобы мужчина почувствовался виноватым, «Ой, да, какой я плохой, ой, да, так нельзя, так неправильно, ну все, чтобы не быть плохим папой, я останусь». Ты точно хочешь, чтобы основная мотивация мужчины, который чтобы был возле тебя, это просто лишь дети? Наверное, же ты как женщина хочешь, чтобы в первую очередь мужчина был с собой, потому что ты классная женщина, правильно? Ну, это как бы я уже намекаю на более правильное мышление, но об этом позже. Третья стратегия поведения – это шантаж, шантажировать мужчину, например, «Я умру, я покончу жизнь самоубийством». Кстати, мужчины-нищебродики очень любят этот метод, да, «Не бросай меня, я без тебя не смогу, я покончу жизнь». И он такой, «Ой, бедненький мой тоже, да, останусь с ним, чтобы он не покончил жизнь самоубийством». Это все тоже манипуляции. Или шантажировать с детьми, что «Все, теперь ты с детьми не будешь общаться, я не дам общаться с детьми, я не дам проводить время с ними». То есть шантажировать мужчину какими-то штуками, ну, часто, конечно же, тоже происходит за счет детей. Не нужно этого делать. Четвертое, как не нужно себя вести, это, знаете, так «Ой, все, я больше так не буду, я неправильно, да, я поняла, что я неправильно сила, больше так не буду, я все поняла, я изменилась, теперь до меня дошло, теперь я буду там какой-то хороший, я буду другой, все, пожалуйста, вернись». И почему это не работает, например, этот метод? Потому что, скорее всего, ты это уже говоришь не первый раз. И следующее, почему мужчина на это, так сказать, не реагирует, потому что он понимает, что это неправда, да, он понимает, что ты не сможешь так не вести себя. Скорее всего, ты будешь вести себя так, как и раньше бы. И ты это говоришь, что «Я больше так не буду», знаешь, как провинившийся ребенок. «Мама, я больше так не буду». И он зачем это маме говорит? Не потому, что он понял свои ошибки и неправильное поведение. Он просто так говорит, потому что он считает, что эта фраза лучше всего сработает по отношению к маме, ну, чтобы мама там не ругалась и не наказывала сына. И это приблизительно понимает, в такой же роли находится мужчина, который от женщины слышит «Я больше так не буду, я изменилась, я поменялась». Следующее неправильное поведение – это критиковать мужчину. В целом, критика. «Да как ты смеешь, ты плохой, мужчина должен вести себя по-другому, так мужчины себя не ведут, так мужчины себе не поступают, да как ты можешь, все же было хорошо, а ты вот так». Это тоже не работает и так не стоит себя вести. Следующее неправильное поведение – это убеждать мужчину, что все же было хорошо, все же было хорошо, мы же были счастливы. Да, то есть она его, вместо того, чтобы разобраться, в чем же причина истинная, что же было не так, она говорит «Ты не так меня понимал просто, а я вообще не то имела в виду, когда я себя так вела, у нас же все было хорошо, мы же были такие счастливы». То есть она, знаете, включает такой режим гипноз, режим гипнолог, да, который хочет стереть его мысли, стереть его убеждение, что все было плохо, говорит «Все было хорошо, услышь меня», она его как гипнотизирует. Дорогие мои, это не работает. Теперь, наверное, вы хотите сказать, Ярослав, не оставляй нас с неправильными, как неправильно себя вести, не оставляй нас так и скажи, намекни хотя бы, что же делать правильно. Я сейчас намекну, перед этим, конечно же, я скажу, что лучше всего прямо сейчас записаться на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция», где мы разбираем эти темы, в том числе от и до в течение нескольких вечеров. Это крайне полезно, несмотря на то, что это бесплатно, поэтому прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся бесплатно. Другая штука, смотри, человек, который обижен, который не удовлетворен, который уже настолько обижен, настолько не удовлетворен, что он уже принял решение разорвать отношения, ключевой момент, почему это делает, у него, знаешь, какое убеждение? «Она меня не слышит», «Она меня не понимает». Или ты, когда уходишь от мужчины, который, да, ты ему как-то там что-то говоришь, а он не меняется, и ты такая, да, все, ухожу. О чем ты думаешь? Он меня не понимает, там он на какой-то своей волне, я ему говорю там одно, а он делает по-своему, да, он меня не слышит. И это частое убеждение в таких случаях у мужчин, он убежден, что «Она меня не слышит». Вместо того, чтобы меня понять, она мне рассказывает, что все будет хорошо. Вместо того, чтобы меня понять, она меня сейчас критикует, что я делаю что-то не так, что ухожу. Вместо того, чтобы меня понять, она убеждает, что все было круто. Так вот, первое, что хочет мужчин, ну, в принципе, обиженный человек, он хочет, чтобы признали его чувства, он хочет, чтобы поняли его чувства. Или ты, конечно же, эти причины уже понимаешь, либо изначально нужно попытаться как-то мягко и осторожно понять, а в чем же на самом деле причины были, почему он это сделал, почему он принял такое решение. Чем честнее он будет, тем будет лучше для твоего понимания и, в принципе, для твоего женского роста. Но если ты знаешь эти, в большинстве случаев вы не знаете истинных причин, то есть вы можете догадываться или общие фразы какие-то знать, но если вы все-таки знаете истинные причины, тогда нужно сказать, смотри, он уходит, что ему нужно сказать или написать? Я поняла, знаешь, Саш, имя Саша, да, наше такое, кодовое, только если его зовут по-другому, его именем его называй. Саша, знаешь, я поняла, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь я косячила, вот здесь вот здесь вот здесь я была не права вот здесь вот здесь вот здесь я тебя не слышала как мужчину я хотела бы попросить у тебя прощения за вот это 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 здесь я была не права я понимаю тебя твои чувства твои ощущения я понимаю как ты сейчас зол и как ты возможно обижен я тебя как мужчину понимаю и в принципе и это хотела тебе сказать и при этом я хотел бы сказать что ты Знаешь, я сейчас буду меняться как женщина, спасибо тебе за все это, ты мне указал, да, вот этот случай, показал нам мои недостатки. Сейчас я буду прокачиваться как женщина для себя. И, знаешь, я хотел вам сказать, что знай, что я буду рада, то есть, знаешь, такая техника оставить дверь открытыми. Что это значит? Так, когда ты говоришь, знаешь, я буду рада, если у тебя возникнет желание мне написать, позвонить, пообщаться, я буду рада. Знай, я буду рада. То есть, ты оставляешь двери открытыми, понимаешь? Это отвечая на вопрос, что же, как же правильнее делать. Есть другие вопросы, а точно не стоит его возвращать? А может быть, это к лучшему, что он ушел? И знаешь, в большинстве случаев, отталкиваясь от инстаграм разборов, я могу сказать, что в большинстве случаев, то, что от вас кто-то там уходит или бросает, это к лучшему. Это боженько вас уберег во многих случаях от какого-то недостойного мужчины. Но если же ты все-таки задаешься вопросом, все-таки тебе интересно, что же делать? Я тебе ответил, значит ли это, что он вернется к тебе в ту же секунду? Нет, ему нужно остыть. И нужно, чтобы его чувство, его вот эта боль, его агрессия остыла. Она не может в миг вот так остынуть. И дальше тебе нужно, после того, как он шел, это очень сложно. Вам это очень сложно, дорогие мои. Это очень сложно сфокусироваться на себе и на своей жизни. И реально отнестись к этому случаю, даже если ты был там достойный, недостойный мужчина, как уроку, знаешь, некой подсказке вселенной, который указывает на твои моменты, которые тебе нужно доработать, докачать, прокачать. В первую очередь для себя, для того, чтобы твоя дальнейшая жизнь, отношения, достаток были качественнее, лучше, больше и так далее. Если ты хочешь понять, как же прокачивать себя как женщину, как же понимать еще больше мужчину, как же сделать так, чтобы в отношениях больше не было таких крайностей, когда мужчина уходит, как же создавать по-настоящему счастливые классные отношения, где 1 плюс 1 равно 11. Тогда прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция», где на протяжении нескольких вечеров мы разбираем тему психологии отношений от А до Я. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и поделись в комментариях твоим мнением на этот вопрос, насколько было полезно это видео, узнал ли ты где-то в чем-то себя и, возможно, ты сейчас проживаешь какую-то подобную ситуацию, либо проживала раньше. Пожалуйста, поделись в комментариях, это будет полезно и для тебя, знаешь, так высказаться, структурируя свои мысли и другим девушкам, которые будут читать комментарии, это тоже, возможно, им будет полезно. Субтитры создавал DimaTorzok